Заехали по пути в магазин Таврия В. Супермаркет. Смотрим цены в Таврии. Помидоры почти 60 гривен. Вот это да. И 50 гривен. Одни 60, одни 50. Огурцы 60 гривен. Боже мой, это что же за цены бешеные. Баклажаны 74,90. Яблоки по 25 гривен. Да, вот только на Северенко скидка. Остальное все по бешеным ценам. На пиво намного и скидочка. Вот где красные бирки, здесь скидочки. Вот такие вот цены. Надо хлеб взять. Мы зашли в принципе за хлебом. Так, какие цены? Ну-ка смотрим, семейный кусочками. 34 гривны. Ничего себе хлебчик 34. Обеденные 19,90. Ну это вот половинки. Половинки. Ну и еще вот посмотрим. Вот такой вот дюковский. 31 гривна. Да, цены. И маленький батончик 21,60. И темный хлеб 90. Ой, 19 гривен. 19, вот так. Пинский здесь 27,50. В общем, хлеб недешево. Все здесь недешево. Что мы увидели? Гречневая крупа. 74,90. Со скидкой. Ребята, вот что в Таврии подешевело. Так это гречка. Это достижение. Потому что гречка начала падать в цене. И это радует. Вот мы, наверное, и возьмем гречку. Ой, посмотрите, как они нас встречают. Чижик там далеко. А это чудо. А это чудо в перьях. Это Даная. Вот так вот нас встречает. Да. Чижик, а ты? А ты нас терпеливо ждешь? Вкусняшки, да? Ну, привет. Мы дома. Доброе всем. Я направляюсь на наш базарчик. Хочу купить еще помидор. Еще не всю консервацию сделала. Нужно еще добавить. Поэтому направляюсь за покупками. Иду одна, а Саша потом выйдет навстречу. Если я возьму кулечек такой, что тяжело будет нести. Так что вот так. Машины, столпотворения. Люди идут уже с базара. Что-то сегодня у нас тут много движения. Мой стратегический товар это картофель. Какую цену картошка? 10 и 12. 10 и 12. Ду, говорят, уродила картошка. Так что она будет в невысокой цене. А помидоры почем? По 20 гривен. Помидорка на засолочку. Отлично. А перец? Перец 45. Спасибо. У нас и полно людей стоят за рыбкой. Мойвочка. Сколько? 95? Да, да, да. 95 мойвочка. Можно пожарить. Перец красивый. Какой. А почем здесь перец? Почем перец? Это 55. Этот 55. А вот этот зелененький? Да. 60. Отлично. И цветной. 55 тоже. 55. Ага. Отлично. Тысяча мелочей и крышки. А в какую цену крышки? 170 и 180. 170 и 180. Это 50 штук, да? Да. Вот так вот. Такая вот цена. Отца по 100. Они немножко разные. Да, я поняла. Спасибо. А вот крупные помидоры. Какую цену помидора крупная? 35. 35. А вот такая? 60. 60. Это микада, да? Ага. Отлично. Ой, а кабачки какие красивые. Почем? 30. 30. Спасибо. Капуста такая огромная, широкая. Это на голубцы. Капуста почем? 30. 30 капуста на голубцы, но она шикарная, конечно же. Помидоры сейчас Саша идет, поможет нести. В общем, будем сегодня делать консервацию. Все, пришли с рынка. Саша мне помог принести помидоры. В общем, купили помидор. И сегодня будем дальше заниматься. Сделаем еще одну порцию, еще одну партию, да? Для борща. В общем, это такая, знаете, у меня приправа, что она и для борща, и для того, чтобы намазать пиццу, когда я делаю. И еще в разные блюда я могу это положить, допустим, когда я делаю мясо без строганов, я туда могу тоже вот этого вот томатика. Ну и, конечно же, купили перец болгарский. Вы видели, цены 45, 50, 55. Ну, купила болгарского перца для того, чтобы все-таки в каждую баночку немножко, несколько кусочков отправить. В общем, это то, чем мы будем заниматься сегодня. Ну и потом что-то приготовим. У нас продолжается эпопея с помидорами. Главный помощник готов? Да. Готов. Ну и тут у нас, как обычно, с нами еще и еще. В общем, одни помощники. Да? Что? И мы начинаем. Все, поехали. Солнышко светит, работа кипит. Варим. Все готово. Баночки стилилизованные. И перец подготовлен. Вот результат нашей сегодняшней работы. 8 литровых баночек получились приправы для борща. Но это, конечно же, не только для борща, а и для других блюд. И для пиццы, и для вторых блюд. Это все. Здесь болгарский перец, конечно же. Ну и 2 бутылька законсервировали помидорчиков к тем, что Саша консервировал, когда я уезжала. В общем, потихонечку на зиму у нас запасы пополняются. А сейчас я буду готовить обед. И вот так вот сегодняшний день у нас проходит. Чижик, развалилась она. Жарко ей. Да, Чижик? Боже мой, вот это поза. Да она и отдыхает, а? С ума сойти. А Чижик слушает, да ест. Да. Жаротик открыла. Не с ума сойти. Чижик ест. А это так спит, даже улыбается. Да, Чижик? А мы сегодня жарим колбаски, которые купили, чтобы по-быстрому приготовить обед. И накрываю крышечкой. Вот такие красавчики получаются. Накрываем крышечкой. Они готовятся очень быстро. Минут 15 и готовы. Ну вот мы уже и пообедали, и уже солнце садится. Саша решил кофейку попить, потому что после... Клонит ко сну. После сытного обеда клонит ко сну. У нас же обед такой поздний, потому что мы сегодня потрудились немножко, да? Вот. Но сегодня, конечно, очень солнечно, тепло, прямо такой теплый день. Ну, а наши питомцы все еще доедают. Все еще доедают. Вот Чижик все еще ест. У него еще тарелка не пустая. Он берет по кусочку, носит в сторонку и там ест. Вот не может он есть в тарелке. А вот идет, берет кусочек и ест. Вот так вот жует. В общем, кто поел. В общем, вот так вот прошел наш день. Солнце уже потихоньку садится. Наступает вечер. Ну и, конечно, мы рады, что день такой теплый, сентябрьский. Главное, что у нас тихо, спокойно. И дай Бог, чтобы так и было. Ну, а всем мы желаем мира, благополучия, здоровья и всего самого-самого лучшего. И вот такое солнышко. Да. И на сегодня у нас все. Пока. У нас уже вечер, закат вот такой. И вот такое вот красивое у нас сегодня небо. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.